Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге Иова. И сегодня мы будем читать 20-ю главу этой книги, которая состоит из 29 стихов. Христианские экзегеты так описывают содержание этой книги. Можно было подумать, что такое превосходное исповедание веры, какое предоставил Иов в заключительной части предыдущей главы, удовлетворило бы его друзей или, по крайней мере, смягчило бы их. Но кажется, что они не обратили на него никакого внимания. И поэтому в данной главе очередь переходит к Сафару, который бросает вызов Иову и набрасывается на него с прежней яростью. Итак, выступление Сафара, вступление, краткое, но страстное, с первого по третий стих. Его речь длина и посвящена одной теме, той же, о которой подробно распространялся прежде Вилдат, это в 18 главе, бедственному положению нечестивых и гибели ожидающей их. В общем, он утверждает, что процветание нечестивцев недолго, а их гибель несомненно. Об этом с 4 по 9 стих. И христианские экзегеты обращают внимание на то, что он доказывает их бедственное положение нечестивых. С помощью многих примеров они должны страдать телесно, их тревожит совесть, имущество гибнет, семья разоряется, имя покрывается грязью и позором, и они сами должны погибнуть под тяжестью божественного гнева. Все это впечатляюще описано в данной главе в возвышенных выражениях и энергичных примерах. Если человек не покается, то часто именно такая участь ожидает их, нечестивых, в этом мире и в будущем. Об этом с 10 по 29 стих. Вот такую характеристику этой главе дают христианские экзегеты. Итак, его Сафара, вступление, которое краткое, всего три стиха, но достаточно страстное. И отвечал Сафар на Митянин и сказал. Конечно, ну что можно отвечать на вторую часть прошлой главы, 19 главы, когда Иов уже созерцает Христа. Но человеческое предубеждение бывает очень глубоким. Создав характеристику какого-то человека в своем сознании, мы ее можем потом не менять всю жизнь. Причем мы всегда уповаем на то, что мы меняемся, мы сами меняемся в лучшую сторону. А любого другого человека мы запоминаем по последней встрече с ним, по последней дурной новости об этом человеке. И это как бы для нас окончательная и решающая характеристика. И то, что друзья Иова, они составили вот эти какие-то предвзятые представления об Иове, и хотя они могли бы задуматься над тем, что он говорит, он говорит духом святым, шаблоны предубеждения мешают им. Но как бы то ни было, верующие религиозные люди – это люди, которые должны сокрушать предубеждение в своем сердце. Ведь хотя каждый из нас совершал очень много дурных поступков, но вот наше сознание устроено так, что мы быстро забываем о том самом ужасном, что мы сделали. Ну, тяжело, наверное, для психики всегда иметь на поверхности сознания какие-то дурные поступки и деяния. Может быть, это форма психической самозащиты. Но мы не прощаем и не забываем о плошности других. Христос приходит в этот мир, чтобы из двух создать одно. То есть он готов в себе примирить любую противоположность. И в самой общине Христа, как я часто на это обращаю внимание, мы видим скинхеда, фашиста, в прошлом, Симона, зелота. Зелота – это как раз были те люди, которые гонялись за иностранцами, избивали их и даже убивали, которые верили в исключительность только еврейского народа. И в то же время там был коллаборационист, предатель, сборщик податей на оккупантов собственного народа, Матфей. И если бы, как я часто повторяюсь, скинхед Симон встретился бы где-то в узких переуках Иерусалима с коллаборантом Матфеем, он бы, конечно, его прирезал. Но во Христе противоположности обретают единение. Поэтому речь Сафара для нас – это интересная речь, которая показывает, что, несмотря на разум, он едва ли сможет быстро избавиться от своих личных предубеждений. И вот он говорит, так напыщено, «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их». То есть, главное – это собственные размышления, собственные стереотипы, их озвучить. «Упрёк, позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня». Тут «Размышления мои, разумение моё» – это на первом месте. Экзегеты христианские обращают внимание на то, что с 4 по 9 стих в общем он, Сафар, утверждает, что процветание нечестивцев, да, но недолго, как об этом говорили и другие, а и гибель, несомненно. «Разве не знаешь ты, что от века, от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконно кратковременно и радость лицемера мгновенно, хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помёт его, навеки пропадает он, видевшие его скажут, где он, как сон улетит и не найдут его, и как ночное видение исчезнет, глаз, видевшие его, больше не увидит его и уже не усмотрит его место его». Немножко сложное предложение. не усмотрит его место его, то есть место, на котором ты стоишь, оно уже не усмотрит тебя на этом же месте, оно-то останется там, останется твоя квартира, но кто-то будет другой жить в этой квартире, останется твоя должность, но кто-то другой будет занимать эту должность. Конечно, как мы с вами уже определились, в речах друзей Иова есть и очень много мудрости, иначе бы и не надо было бы давать их речи, этих апологий, но в то же время, если Иов рассуждает с позицией такой абсолютной теократии, то эти люди свое мнение объявляют чем-то божественным. Далее экзегеты христианские обращают внимание на то, что с 10 по 29 стих он, Сафар, доказывает их, нечестивцев, бедственное положение с помощью многих примеров. Они должны страдать телесно, их тревожит совесть, имущество гибнет, семья разрушается, имя покрывается грязью и позором, и они сами должны погибнуть под тяжестью божественного гнева. Все это впечатляюще описано в данной главе, в самых таких возвышенных выражениях. И мы читаем, сыновья его, это как бы судебная речь, такая речь прокурора, сыновья его будут заискивать у нищих, у нищих, и руки его возвратят похищенное им, то есть объяснение, почему сыновья будут нищими, потому что придется за все плохое, что сделал Иову вернуть, и его сыновья станут нищими. А кто-то может спросить, о каких сыновьях идет речь, если у Иова погибли сыновья? Речь идет о том, что друзья Иова говорят, как бы в общем, как бы уже и не о нем, бросая упреки только ему. Сыновья его, то есть скрытого грешника, лицемера, будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенные им, кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Вот здесь произносятся очень истинные слова. Они произносятся в книге Иова, но они не являются словами собственно Иова. Кости каждого человека наполнены грехами юности его, и с ним вот эти грехи юности хотят лечь в опрах. Я не знаю ни одного христианина, который был бы доволен своей молодостью, юностью, ибо от юности борют нас страсти, прежде всего страсти. Если сладко во рту его зло, то есть иногда человек воспринимает зло как что-то привлекательное, и он таит его под языком своим, как некую такую сладкую вкусную конфету, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то есть не хочет сразу расстаться с этой сладостью, то эта пища его в утробе превратится в желч аспидов внутри его. зло – это не конфетка, сладенькая, привлекательная, это то, что обернется желчью, смешанной с кровью и пометом, то эта пища его, в утробе его превратится в желч аспидов внутри его. Желч аспидов в понимании древних – это яд, змей, имение, которое он глотал, то есть человек кормился от своего имения, от своего достатка, от своей профессии, имения, которое он глотал и сблюет, то есть все восстанет против человека, его прогонят, отлучат от собственного бизнеса его, Бог исторгнет его из чрева его, то есть Бог покажет желч, что его чрево, змеиный яд он сосет, это не сладость, не конфетка, а почему это связано с артом, потому что от слов своих человек оправдается, от слов своих осудится, иногда человек ведет себя как киллер, моральный киллер, который уничтожает репутацию другого человека, змеиный яд он сосет, то есть он смакует каждую такую фразу, змеиный яд он сосет, умертвит его, язык ехидны, то есть его уже язык превращается в язык ехидны, если змеиный яд он сосет, а тут еще язык ехидны, он как бы в поцелуи сливается со змеей, клеветник подобен дьяволу-змею, который клевещет народ человеческий, не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком, река, особенно свежая вода в ручье, это то, что может разбавить как-то эту желчь, человек может испытывать жажду, он не хочет больше, чтобы это сладенькое, которое стало горчим, уксусом, желчим, ядом, присутствовало в нем, нажитое трудом возвратит, не проглотит, то есть он может предпринимать какие-то действия, по мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется, то есть за все придется отвечать и за то, что радовало тебя, за то, что казалось тебе результатом твоих трудов, ибо он, нечестивый человек, угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил, как можно захватить дом, который ты не строил, это можно сделать в результате военного конфликта, или в результате каких-то спекулятивных махинаций, чаще это происходит по второй причине, не знал сытости в очреве своем, хотя ты пожираешь чужие дома, чужие земли, ты не насытишься, ты будешь принимать за сладость яд, не знал сытости в очреве своем, то есть ничто не могло его удовлетворить, как бы он не пожирал чужие земли, чужие дома, имущества, и в жадности своей не щадил ничего тот человек, который совершает нападения на других, который отымает чужое, он входит как бы во вкус, уже не может остановиться, и в книге пророка Исаии об этих экономических спекуляциях сказано 5 глава 8-9 стих «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле, в уши мои, сказал Господь Саваоф, многочисленные, домы эти будут пусты, большие и красивые безжители, и мы видим, что в многих странах стоят эти большие пустые дома, потому что предполагалось, что люди будут способными приобретать эти квартиры, эти дома, эти земли, потом разразился очередной какой-то экономический кризис, все перемешалось и все рушится. ничего не спасалось от обжорства его, то есть такой человек, он пожирает все и вся вокруг себя, зато не устоит счастье его. Запад, западный мир избрал путь наживы, путь обогащения и стремления к обогащению, как свою собственную программу действия. Это хуже всего, потому что в Новом Завете сказано, что сребролюбие корень всякого зла, поэтому любое преступление оставляет некий экономический след, люди развязывают войны, для кого-то война, для кого-то мать родная, есть такая русская пословица, когда люди зарабатывают вот этот бизнес на крови, это очень страшно. Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его, то есть этот человек не насытится, рано или поздно потеряет все. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него, и вот в блаженной памяти отец Даниил Сысоев пишет, Сафар говорит, что человек, который живет ради обжорства, ради плотских удовольствий, будет наказан Богом, его ожидает здесь, на земле, расплата, его ждут ужасы смерти, ужасы смерти, не совсем точный перевод обращает на это внимание Ирии Даниил Сысоев, здесь нужно было перевести ужасающей смерти, то есть некий дух, который устрашает грешника картинами смерти. Действительно, если для простого бедного человека смерть это избавление и от социального бедственного положения, то богатый теряет все, с чем он себя отожествил. 23 стих и ниже, когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет, то есть Господь, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Ты все пожираешь, ты все присваиваешь себе, а что ты сделаешь, если ты заболеешь? Убежит ли он от оружия железного, если не только болезнь, но и война? Пронзит его лук медный, если не меч, так стрела, станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет сверкая сквозь желчь его, то есть во время, когда вынимают стрелу, смотрят на оконечник стрелы, чтобы определить, насколько жизненно важные органы пострадали. Кровь это одна ситуация, желчь это значительно хуже. Ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый, зло постигнет и оставшиеся в шатре его. То есть он сам погибнет, и даже то последнее, что остается, будет расхищено теми, которые придут вслед за ним. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него, исчезнет стяжание дома его, все расплывется в день гнева его, то есть гнева Божия. И 29 стих «Вот удел человеку беззаконному», то, что его ожидает рано или поздно, от Бога и наследие, определенное ему Содержителю. Итак, сегодня мы выслушали речь еще одного из друзей Иова, и хотя в ней содержатся некоторые истины, но в то же время мы отличаем позицию Иова, его ответы на вопросы, которые мучают его от этих безапелляционных заявлений его друзей. Хотя и в их словах мы находим много мудрости и библейской истины, как апостол Павел и говорит «Всего испытывай, хорошего держись». Итак, сегодня отцы, братья, сёстры мы закончили обзор 20-й главы книги Иова, и если мы будем «Живы Господь позволит», то в следующий раз мы будем с вами делать разбор исследования 21-й главы этой книги. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах, и берегите себя в это сложное время. Редактор субтитров «Семкин» Корректор Продолжение следует...